Помолчать И в прозрачной воде окунуться в глаза твои синие Как же хочется сердцем, душой мне все это обнять Разве можно у сына отчизны все это отнять? Разве можно у сына отчизны все это отнять? Отряд, слушай мой приговор, данный мне властью за проявленное... Комиссар, отставить. Убери пистолет. Что ты несешь? Немцы в двух шагах, а ты стрельбу затеял. У нас боеприпасов с Гургермос и подрывник один, Гучков. Разобрались бы без Гучкова. Отставить. Был приказ взорвать мост. План простой. В Сан-Франциско под видом Стэнли Либера к его невесте приедет наш двойник. И они сыграют свадьбу. Настоящую еврейскую свадьбу. Время пребывания сократим до минимума. Курьер встретится с дельфином, получит чертежи, приборы, образцы урановой руды, передаст в консульство и все. На этом его миссия закончена. Что значит встретиться? Где? Там, где укажет дельфин. Ну, в крайнем случае, курьер устроится на работу, рядом с заводом. Ну, не знаю, там, мусорщиком. Неважно, кем. А что значит приедет к невесте? Откуда? По легенде, Стэнли Либер попал в плен. Бежал из японского концлагеря. И после госпиталя дембилизовался. Бежал из концлагеря. Так точно. Нет. Это слишком сложно. А все, что сложно, чревато. Внимание. Воздушная тревога. Вперед. Вперед. Не растягиваемся. При подборе кандидата придется учитывать, помимо внешности и возраста еще знание английского. И вечная проблема – произношение. Вечная проблема решаема. Имитация контузии. Травмирующая операция на гортане. Ну, найдем и похожих парней. Со знанием английского. Выберем лучшего. Хирург ему лицо порежет, там, горло, гланды, миндалины. Но мы его с тобой в Америку сосылаем. Мирная, сытая страна, буржуазные, соблазны. А времени на проверку нет. Будем искать среди наших, среди курсантов наших НКВД. Посмотрим военных переводчиков. Молодость для разведчика – смертельный недостаток. Молодой означает неопытный. Возможно, где-то есть надежный и способный паренек. Английский знает совершенствия, но похож на Стэнни Либера, как я, на Рузвельта. И есть абсолютная копия Стэнни Либера. Но дурак необучаемый и по-английски ни бэ, ни мэ, ни кукуреку. Товарищ генерал-лейтенант, абсолютное сходство не потребуется. Отберем 30-40 кандидатов, выберем лучшего, подготовим его. Ну, ты ведь сам понимаешь, что это авантюра. Авантюра. Ну, хорошо. Что мы знаем о Дане Перске? Какова его цель? Хозяин ювелирного магазина хочет ускорить победу над Гитлером? Ну так, пожертвовал бы Красной Армией. Золото, бриллианты. Вот это, я понимаю, помощь. А то как-то все криво получается. Хочешь, чтобы Советский Союз, не обращая внимания на происки мировой буржуазии, победил фашизм? Все вранье на вранье. А дочь его? А дочь его, Шейла? Ей что, придется незнакомого парня называть женихом, обниматься с ним, целоваться? А если у него с психикой привет из буфета? А этот как его? Стэнли Либер. Стэнли Либер. Как он жил в Нью-Йорке? Зачем приехал из Сан-Франциско? И почему ты думаешь, что его после госпитал демобилизуют? А если его снова отправят воевать? Не отправят. Контузия, шрамы от ранения. А этого достаточно. Возвращение раненого на фронт возможно только с его личного согласия. Такие порядки у американцев. Шикарно устроились. Ну, на один вопрос ты уже ответил. Нам еще пожара только не хватало. Так точно. Значит так, даю час. Есть. Через час ко мне с докладами. Мы определили цвет волос, цвет глаз, цвет кожи. Собрали физиопортрет. В общем, выделили самые главные черты, при которых родственники, либо знакомые смогут его признать. Ну и удалили черты второстепенные. Цвет глаз в нашем случае второстепенно. Команда была, ложись. Ну что, все живы? Есть раненые. Я думаю, стоит продолжить разговор. Вот. Вот. Еврей. Номер четыре? Да. Никак нет. Русский. Уроженец Новгородской области. Лучшая кандидатура. Расскажи мне про него. Кандидат номер четыре. Английский знает. Боксер. Артистичен в какой-то мере. На сцене держится свободное, веселое. Лесо открытое, подвижное. Я его в прошлом году зачислил в разведшколу. Парень толковый, в диверсанты годится. Но вы правы. И вред из него никакой. В разведшколе его ничему не успели обучить. Война началась. Всех курсантов разбросали по разведгруппам. А родители? Воспитание? Родители умерли от голода в двадцать первом. Некоторое время воспитывался в детдоме. Потом жил у родственников в семье путевого обходчика. А в другой обстановке? Ты бы мне его рекомендовал? Никак нет. Понятно. Выяснил, где они? Запросы разослали по фронтам. Значит, выясни, доложи. Будем вызывать в Москву. Всех. Есть. Кажется, русские. Это засада. Огонь! 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 Ты на х**у не въешь? Вай-та, вай-та, вай-та! Обводим! Стой, а, лошадь, лошадь! Давай! В чатку давай! Давай руку! Ну! Давай! Прыгай, Миша! Береги патроны! Вай-та! Творцы! Деньги! Зимин! Младший лейтенант Зимин Василий Леонтьевич, в бою за Родину, проявив мужество и героизм, был убит! Вы убит! Так точно! 31 декабря, Карельский фронт! Есть! Не надо подробностей дальше! Борисов! Убит! Олейников! Пропал без вести! Тёмин! Расстрелян! Новихов! Убит! Мертвые мне зачем? Живые есть? Так точно! Кучков! Красноармеец Кучков Иван Георгиевич, Волховский фронт! Еще кто есть? Никак нет! Пятеро убиты, трое без вести, двое скончались от ранений! Доложи мне по Кучкову! Боец диверсионного отряда, с 10 декабря находится за линией фронта на задании! Уже почти месяц, но в списках потерь его нет! Быстрее! Быстрее! Убит! 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 Старшина! Убит! Гучков! Больше никого! Готовь шифрограмму! Отряд находится за линией фронта, это лазер бригадный комиссар… Красноармееца Гучкова Ивана Георгиевича доставить в распоряжение ставки без промедления любой ценой! Есть! Разрешите идти, выполняйте! Интересно, скоро стемнеет? Ты извини меня, комиссар у нас псих! Понимаешь, немцы кругом! А он, он точно бы выстрелил! Говоришь, невеста у тебя! Я тоже женат был! Перед войной развелись! Я проводником работал, деньги водились, пассажирки погулять любил! А теперь только понял! Дурак был! Спасибо! Детей нет! Могли быть, но дурак! Слушай, Иван, если ты меня простил, покажи хоть фото, из-за кого ты мне оплюху отвесил! Драться ты-то умеешь! Бегом, солдат! Красивая! Где сейчас? В Ленинграде! Да! Тяжело сейчас там! Говорят, трупы не успевают с улицы убирать! Ничего! Она сильно ее выдержит! Вот это и непонятие! Командир! Командир! Немцы окружили! Живыми не уйти! Срочно! Очень важно! Приказ Ставки Главнокомандующего! Занять сектор 38-92-Д-1! Красноармейца Гучкова Ивана Георгиевича передать в разведгруппу фронта! За неисполнение военный трибунал! Гучкова? Гучкова, так точно! Переспроси, зачем? Товарищ командир, я не уйду! Отставить! Товарищ командир, я отсюда без вас не уйду! Сказал, отставить! Всем занять оборону! Товарищ майор! Пошли, пошли, пошли! Бегом! Гучков! Бегом! Не выполнять приказание! Товарищ комиссар, я не уйду! Гучков, ты что, не понимаешь? Если ты не выполнишь приказ, мы все пойдем под трибунал! Ставшина Кады! Гучков, я сказал, выполняй! Товарищ комиссар, есть! Бегом! Вперед! Вперёд! Вперёд! Давай! Саня, не крось справа! Пошли, пошли, пошли! Давай, давай! Давай! За Родину! Можете проезжать. Спасибо. Вперёд! Давай налево через рынок. На счёт три. Раз. Два. Три! Нажать! Назад! Три! ГОВОРИТ НА АГРАЦИНАМИ Это замечательная работа, за эту цену, это просто, а что корабль, корабль, утонул, вода там ледяная, никто не спас, Шейла, 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 верят, а принеси портрет стали, Вы понимаете, вас, наверное, послали узнать, что хочет этот старый еврей, вернее, сколько он хочет, кстати, 250 долларов за такую вещь, это правда, это правда смешно, а я вам скажу, я вам скажу искренние слова, понимаете, Советский Союз, он спасает не только евреев, он спасает Америку, он спасает весь мир, а наш президент так не думает, он так говорит, но он так не думает, я думаю, что он боится Советской России еще больше, чем Гитлера. Если он увидит, что Советский Союз побеждает, пожалуй, он может объявить войну и Советской России, типо у меня на язык, о, последний портрет Стэнли, вот, а? Я прочитала статью в Сан-Франциско Хрониклс, солдату удалось бежать из японского лагеря для кленных, он украл лодку и уплыл домой, а советский корабль подобрал его, ему дали орден за храбрость. Ага, ну да, вот видите, такое тоже бывает. Желочка, покажи нам вот эти сережечки, ага, русский корабль приплыл и всех, и всех спас. А, вот посмотрите, посмотрите, какие замечательные сережки. Вы говорите, говорите, вы перебиваете меня, чтобы не заподозрили ничего, как это будет смотреться на вашей прекрасной жизни красивой, да? Нет, я не это имею в виду, ха-ха-ха, 7 месяцев, 7 месяцев, хотя это тоже очень важно. Вы посмотрите, посмотрите, я же понимаю, я же понимаю, что советским гражданам совершенно невозможно просто так свободно гулять по Сан-Франциско. Вы уже скажите, с чем вы пришли? Так, да, 200 долларов. Я больше не приду и не пытайтесь со мной встретиться. Надеюсь, что ваш жених сумеет выбраться из японского плена. А, послушайте, ну хорошо, хорошо, сто восемьдесят долларов, последняя цена, сто пятьдесят, если наличные сто пятьдесят, я совершенно не умею торговаться, ну скажи, Шейла, я торгую монет, сап, я торгую так себе, совершенно в убыток, я, вы поймите меня правильно, прекрасный выбор, Шейла, коробочку, коробочка. У меня сто двадцать. Это, ну, ну что делать, такому человеку, такому человеку, ну, я скажу Розе, что вы благочестивый еврей, я не смог иначе, я не смог. До свидания. Иначе я не смогу. Объясните такую цену, она же вызовет психиатрическую больницу, да. Гуд морин, сэр. Я упустил его в еврейском квартале. Вот здесь. И что мне писать в отчёте? Ну, что за идиот. С неизвестной целью посетил неизвестные адреса, где встретился с неизвестными лицами, находился в наблюдении один час семь минут. Что я мог сделать? Он выпрыгнул, убежал, через час опять каким-то образом оказался в машине. А почему не выпрыгнул ты? И не догнал его. Мне пришлось выбирать, автомобиль или человек. Я выбрал. Ещё раз. Его потеряешь, подам рапорт, и ты вылетишь со службы. Поверь, так и будет. Идиот. Коль-что прояснилось, хотя бы понятен мотив. Дочь беременна, а свадьбы не было. Верующий еврей не может пережить позор, пойдёт на всё, чтобы устроить дочери свадьбу. И ни с кем попала. А с тем же самым женихом. Возражений нет. Ну, а верхним чутьём чую. Всё иначе. Я потратил 120 долларов. Как теперь буду отчитываться? Напишу в центр, Дэну Перски верить нельзя. Риск не оправдан. Деньги потрачены зря? Ну да. Выяснится, ещё серьги всучили за три доллара. Бриллианты фальшивые. Золото цыганское. Слушай, не капай мне на мозги. И так тошно. А может быть, всё обойдётся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Засмотрюсь в облаках, небось синее на колокольчик. Пролетающий клин журавлев провожает огонь. Одолжить был ангела крыль, хотя бы лук. Улететь и отдать самоприятие чувств внеземных. Помолчать, захлебнуться дыханием рощами розовой. Кузьков! Иван Георгиевич! Так точно! Отделение прикрывать наш отход! Кузьков, за мной! Есть! Кузьков! ПЕСНЯ Глаза твои синие! На заре, обнимая траву, похмелится росой. Над родной землей пролетит птица рядом с тобой. Кузьков! Как же хочется сердцем, душой мне все это обнять. Разве… Кузьков! Рация готова! Передай в штаб, мы на месте! Разве можно посынать чисто все это? Слышишь, Кузьков, ты дойди и живи, чтоб не зря все было, понимаешь? Не зря! Так точно! Крылов! Передай, чтобы обеспечивали коридор! Огнем! Ну, давайте, ребятушки! С вягинцем, пошел! Давай! Не пуха! Черт! Давай! Товарищ полковник, докладываю, ждем Кучкова в штабе! Помолчать, захлебнуться дыханием рощи березовой, На ночлег провожая рассвет перламутрово-розовый, Посмотреть, как откроют ресницы на озере, И в прозрачной воде окунуться в глаза… Товарищ полковник, самолет прибыл, Кучков доставлюсь! Давай, давай, давай! Да! Есть! Товарищ капитан, самолет к вылету готов! Взяли, побежали! Есть! Громче говорите! Покормить его надо! Я сейчас суп принесу! Да какой суп? Ты что, не видишь? Он еле живой! Строй там самолет! Вылетаем! Строй там самолет! Давай, давай! Сколько ты можешь взять на самолет?! Сколько ты можешь взять на самолет?! Только Кучков! Один! Почему только Кучков?! А они куда их?! Нет! У меня приказ! Какой приказ? У меня приказ людей спасти! Давай заноси! Куда заноси? Меня под трибунал отдадут! Да я тебя сейчас сам под трибунал отдам! Послушай, если они тут останутся, они все погибнут! Ты меня понял? Ладно, заноси! Бегом! Разве можно у сына отчизны все это время? Разве можно у сына отчизны? Все это отчизны! Не зашивайте! Раны не зашивайте! Не зашивать ни в коем случае! Лечим вторичным натяжением! Зажим! Готов скальпель, кюветку, контахом! Шикарные сделаем рубцы! С гнойными полостями! С стризноками! Самозаживление! Из-за витаминозы недоедания кожа утратила эластичность! Имеются некротические очаги! Никто ничего не заподозрит! Врачебная помощь раненому не оказывалась! Парень выжил чудом! Да, вы правы, доктор! Чудо — это единственное, что нам поможет! Парень выжила с == Лена! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Насколько мы отстаем от вероятного противника? Что докладывают резиденты нашей разведки? О том, что в Америке приступили к практическому созданию урановой бомбы, кроме агента Дельфин, эту информацию подтверждают также агенты Лист, Брук, Чарльз, Джем, Освальд, Бруклин. Агент Дельфин работает на заводе по производству оружейного урана. И он готов передать нам ценную информацию. Но на сегодняшний день связь с агентом Дельфин утеряна. Нашу резидентуру блокируют американские спецслужбы. Мы готовим операцию по засылке курьера. Это операция потребует особой сложности и осторожности. Я доложу товарищу Сталину. Михаил Ильич, обратите внимание, нос чуть вытянуть и глаза. Смотрите, должны быть колючие. Разрез глаз. Ага. А в целом сходство удовлетворительное. Товарищ генерал-лейтенант, хирурги хорошо поработали. Никаких швов, рваные раны. Неплохо получилось. Через неделю начнем с лицом работать. Вопросы есть еще? Нет. Свободны. А ты, майор, сам нарком идей. Там в архиве выясни, кто из наших ученых ввел исследование по урану. Кто хоть что-нибудь сообщал об урановой бомбе. Всех найди. Не бойся ошибиться. Лучше шизофреника с вечным двигателем притащи в Москву, но никого не упусти. Ученые Курчатов, Маслов, Алиханов, Русинов, Неменов, Боголюбов, Щелкин, студент Кривцов, независимо друг от друга, подали по урановому оружию докладные записки и написали письма. У Маслова готов проект урановой бомбы. Он разработал конструкцию, технологию изготовления взрывчатого вещества, механизм подрыва. Студент? Так точно. Он написал письмо Сталину. «В мирных целях мы взорвем урановой бомбой Эльбрус и щебенкой засыпем все грунтовые дороги страны. Советский Союз станет самым сильным государством в мире, войны больше не будет». По-моему, именно это мы и хотим узнать в Америке. А Маслов уже знает. Чёртова бюрократия. У самих же всё изобретено, придумано. Где Маслов сейчас? Нет его. Погиб в ополчении. Остальные? Боголюбов убит. Щёлкин на фронте, на передовой. А Кривцов командует зенитным орудием в Кронштадте. Готовьте шифрограммы. Есть. Прицел сорок! Азимут тридцать! Огонь! Есть прицел сорок! Азимут тридцать! Азимут двадцать! Прицел сорок пять! Есть Азимут двадцать! Прицел сорок пять! Есть прицел сорок пять! Быстрее давайте, быстрее! Кривцов! Я! Здравия желаю! Кривцов! Отлично воюешь! Объявляю тебе благодарность! Слышу с одного народу! Получена телеграмма! Молния! Тебе приказано явиться в расположение ставки верховного громкомандующего. Усиленный паёк получишь у начпрода. Есть! Заряжай! Азимут двадцать! Есть Азимут двадцать! Огонь! 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 Цина! Огонь! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Никита! 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 Ваши документы! А у нее? Сержант, моя невеста. Пропускай. Что-то он совсем не похож. Отечность спадет. Синева исчезнет. Не трогай. Там посмотрим. Ты это просил. Спасибо. Невеста. В Ленинграде. Да там трупы на улицах. Когда пройдет эта синева? Я думаю, дней десять. Дели две. Где-то так. Открыто! Открыто! Че выносишь, а? Как угорела ее? Мама, можно игрушки возить? Иди, Лисочка. Че ты вылез? Зайди в комнату и дверь закрой. Проходите. Дверь закрой! Проходите. Комната отдельная. Теперь заживем с тобой. Ты на какой кровати спать будешь? На той или на этой? Ты на какой кровати спать будешь? На той или на этой? Пиджак застегни, Иван. На меня посмотри. Пиджак застегни, Иван. На меня посмотри. Она… Во взгляде презрения? Я не знаю, что с ней. Она не знает, где я. Тебе запрещено писать письма. Почему? Тебе предстоит выполнить задание чрезвычайной важности. Какое задание? Секретное. Ты уже две недели, как труп. Под снегом лежишь. В фигуральном смысле слова, конечно. Нет, ты жив. В тепле. Выздоравливаешь. Паёк у тебя усиленный. А товарищи твои, которые из-за тебя погибли, не похороненные, в лесу лежат. Сколько их? Двадцать? Тридцать? Так. Лучше. Уже лучше. Злой взгляд. Очень злой взгляд. Хорошо. Ну, чего вызвалился? Отправлю письмо. Доложу начальству и отправлю. Да. Разрешите? Кодовое имя придумал? Так точно. Шахтер. Утверждаем. А что с письмом делать? Он в Ленинград пишет невесте. Жив, любит, надеется на встречу. Порви. Он без подробностей пишет. Оформи свидетельство о смерти и зарегистрируй в Наркомате обороны. Есть. Операция сложная. Нельзя в результате получить груду устаревшего хлама. Поэтому сейчас ты выяснишь, что знают ученые, чего не знают и что хотят узнать. Понял? Так точно. Пошли. На, надень. Что это? Ты можешь встретить знакомых. Не забывай, ты умер. Ура! Ура! Сюда! Ура! Ура! Так вот, представьте, товарищи, оболочка полностью состоит из урана. Внутри находятся две половинки взрывчатого вещества. Прошу, прошу вас. Вот наши гости. Подключайтесь, подключайтесь. Здравствуйте. Я продолжу. Да. Оболочка бомбы состоит из урана. Внутри две половинки взрывчатого вещества. Тот же уран. Соединяем эти половинки, происходит цепная реакция, раздается взрыв. Что же сложного? Профанация. Бомба — это система предохранения, возведения, система подрыва и еще сотни разных узлов. Да, но нужен обогащенный уран. А где его взять? Возможно, плутоний. Что это за плутоний? Плутоний — радиоактивный элемент таблицы Менделея. По моим расчетам, критическая масса плутония в разы меньше. Плутоний отличается от урана огромным нейтронным фоном. Он для бомбы непригоден, а она может взорваться еще в воздух. Но поток нейтронов можно же уменьшить. Мы собрались для того, чтобы объяснить суть урановой проблемы нашему секретному товарищу. Итак, на сегодняшний день, на сегодняшний день создание атомной бомбы в нашей стране — вещь технически невозможная. Интересный у вас термин — атомная бомба. Урановая? Урановая или плутония, я еще пока не решил. Атомная бомба, потому что используется энергия расщепления атома. Понимаете? Угу. Ну что, мы так и будем говорить об аналистях, или, может быть, перейдем к более важным проблемам? Например… Например, о проблемах нейтронного излучения. Посоветуйте, как нам быть? Быть или не быть? Вопрос, как поступить. Вино разбывает, все вроде рассчитал, и тут раз — циклотрон сломался. Засмотрюсь в облака, в небо синее над головой. Пролетающий клин журавлей провожая домой. Одолжить был ангела крылья... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok